Безусловно, это эксперимент, такого мы еще не делали Блин, парни, вам реально повезло Надежный, комфортный Он очень ценен и очень ликвиден Коробки реально огромные Про сериус, рукожопа, перекупы... Да, 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 да Друзья, всем привет! Вы на канале Честный Перекуп Меня зовут Михаил И это новая история от покупки до продажи Которую, я уверен, вы так долго ждали У нас новый герой И это всеми любимый автомобиль Который реально не теряет в цене Который надежный, комфортный У нас в стране его реально очень и очень любят Он очень ценен и очень ликвиден Итак, Toyota Land Cruiser 200 Поехали! Итак, что мы имеем? Это Land Cruiser 2011 года выпуска С двумя хозяевами по ПТС Ну, по факту ездила одна девушка Да, на таких машинах тоже ездят девушки И чувствуют себя вполне комфортно и защищенно В общем, это дизельный автомобиль Мощностью 235 лошадиных сил Мотор 4.5 Турбированный, но низкооборотистый Вполне надежный двигатель Который как раз самый ликвидный для этих автомобилей Автомобиль белого цвета На светлом салоне очень красивое сочетание Имеет относительно небольшой пробег для такого автомобиля Всего лишь 115 тысяч километров В плане крашенных деталей С помощью вот такого замечательного прибора Для измерения лакокрасочного покрытия Мы его весь промерили И, в принципе, окрасов автомобиль практически не имеет Кроме заднего правого крыла Там небольшой слой шпаклевки Ну, совсем маленький То есть был какой-то косметический ремонт Автомобиль этот был куплен нами От нашего подписчика Который обратился к нам с просьбой Выкупить этот автомобиль Потому что человеку понадобились срочно деньги И мы купили его за 1 миллион 650 тысяч рублей Запомните эту цифру Потому что сейчас в процессе подготовки автомобиля Она будет постоянно меняться и расти Живые автомобили, ну, вот, продаются в районе 2 миллионов Соответственно, мы могли бы, ну, вложить в него полтинник Не делая рестайлинг И, ну, там, химчистка, полировка Ну, короче, болтос ушел бы в него Получилась бы цена 1,7 И в районе там 1,9 1,950 мы бы могли его отдать Да? Получается Плюс 200, плюс 250 Если мы делаем рестайлинг Который обходится нам где-то в 220 рублей Плюс вот эта тридцатка на всякие химчистки, полировки А, блин, еще колеса Ну, то есть рублей 300 получается в него мы погрузим На носу у нас 2020 год Автомобиль 2011 года Машине 9 лет Но для своих 9 лет она находится действительно, на мой взгляд, в прекрасном состоянии Как внешне, так и внутри Давайте посмотрим Фары, решетка радиатора На капоте практически нет никаких сколов Но вот здесь я вижу совсем маленький-маленький скольчик Единственное, на что повлияло время И вот эти наши реагенты Химия, зимы Это, наверное, вот колесные диски На них видно, что существенно сильно поела их В общем, коррозия Или как это назвать В общем, краска на них полезла Пороги боковые Ну, тоже, поскольку на них наступают Вот здесь вот есть следы от ботинка, от ног В целом, по кузову, в районе арок нет никаких пятаков На дверей никаких царапин по кузову нет Сзади тоже все, в принципе, в идеале А, вот, единственный косяк Вот здесь вот есть такой тычок на заднем бампере След, ну, небольшого какого-то ДТП Красилось, кстати, вот это крыло целиком Вот эта деталь, единственная, крашенная на этом автомобиле Но, поверьте, для 9-летнего ландкрузера Один крашеный элемент Ну, я не знаю насчет пластика Дело в том, что прибор для измерения лакокрасочного покрытия Пластик не меряет Поэтому, скорее всего, передний бампер, конечно, красился Потому что он слишком свежий Но, если говорить о железе То красилось вот это крыло Посмотрите салон в каком состоянии Давайте заглянем вовнутрь Салон у этого автомобиля светлый Точно так же, как и цвет кузова Белый На мой взгляд, смотрится это очень нарядно Красиво И даже болезнь основная всех ландкрузеров Это вытертый вот этот вот принт под дерево на руле На ручке КПП здесь тоже присутствуют Следы небольшие вот эти в протертости Да, вот этой, ну, рисунка под дерево Но они здесь совсем не критичны Есть вот эти вот крутилочки для регулировки температуры сидения Они обычно теряются на мойках Там, не знаю, в общем, со временем Почему-то на многих машинах не хватает Дело в том, что она вот так легко снимается отсюда И, в общем, не знаю, кто их крадет В общем, машина, на самом деле, внутри очень свеженькая Пахнет приятно, вкусно Комплектация у нас с люком Семиместная Кстати говоря, были комплектации без третьего ряда сидений И без люка Это у нас максималочка Если посмотреть на состояние кожи на руле Или, вот, например, здесь на сидении То видно, что сидения вообще совершенно не просиженные Совершенно не потеряли свою форму Вот эта боковинка не имеет здесь никаких складок Здесь тоже никаких потертостей, протертостей нет Кожа, ну, не знаю, или за ней очень хорошо следили Или девушка, которая ездила на этом автомобиле Ну, была прям маленькая, худенькая Больное место многих лэнд-крузеров С большими пробегами старых годов выпусков Это вот этот пластик на руле В районе кнопок, которые регулируют громкость музыки И переключение станции или треков музыки Вот этот пластик на руле Чаще всего на многих автомобилях стерто и вытерто И вот здесь получается такая, ну, некрасивая затертость Здесь этот пластик заводской, родной Его никто еще никогда не менял Но посмотрите, в каком он состоянии Здесь нет протертостей вообще никаких И даже кнопочки вообще в идеальном состоянии Обратите внимание, что вот эти ручки Что на водительской двери, что на пассажирской Вот этот пластик, он здесь на обеих этих ручках В идеальном состоянии За нее обычно все хватаются, держатся И вот в этом месте ручка у автомобиля обычно протирается И получается такое черное пятно Кстати говоря, багажное отделение у многих ландкрузеров Тоже очень и очень засрано На этом автомобиле видно, что здесь не возили мешки с картошкой Весь пластик в багажнике Вот этот боковой абсолютно целый Присутствует третий ряд сидений То есть он никуда не потерялся Ковролин вот под этим резиновым ковриком тоже чистый Ну вот здесь есть небольшие следы грязи Но все это уберется после химчистки Итак, если автомобиль в таком прекрасном состоянии То что же мы будем с ним делать, спросите вы А мы будем делать рестайлинг Почему мы это будем делать? Потому что мне кажется, что если мы попробуем Поэкспериментировать с этой темой То получится заработать на этом автомобиле чуть больше Арифметика получается следующая Автомобиль нам зашел за миллион шестьсот пятьдесят Даже если бы мы не делали никаких рестайлингов На нем совершенно спокойно можно было заработать Быстро плюс двести тысяч рублей Но мы посмотрели автору Поизучали вопрос И поняли, что если на этот автомобиль Сделать рест в 2016 модельный год То потенциально Такой автомобиль сразу сильно выделится На фоне других предложений И его можно будет продать дороже Причем продать дороже настолько Что мы уже сможем заработать не двести тысяч рублей На этом автомобиле А триста А то и четыреста Безусловно, это эксперимент Такого мы еще не делали Сработает эта тема или нет Мы не знаем Но свои двести тысяч рублей С этой машиной, я думаю, мы заработаем В любом случае А с помощью рестайлинга Постараемся заработать еще больше Ну и, кстати, если уж мы заговорили о цифрах То давайте вернемся к нашей предыдущей истории Которая была посвящена Volvo XC90 Автомобиль продан Давайте посмотрим За сколько же он ушел Наша Volvo провисела в продаже Относительно недолго Порядка трех недель И покупатель нашелся Отрадно, что покупателем оказался Наш подписчик из Белоруссии Который в данный момент Едет за этой красавицей Он знает про машину все Посмотрел обе серии про нее В наших выпусках От покупки до продажи В общем, человек едет Сейчас будет ее забирать А мы его ждем Что касается цифр По этому автомобилю Значит, напомню Что автомобиль обошелся нам В 700 с копейками тысяч рублей Отдаем мы его с учетом Скидочки небольшой За 780 тысяч Итого мы заработали 10% от вложенных средств То есть, ну, порядка 70 тысяч рублей Что, в принципе, неплохой результат С учетом того, что мы вложили В этот автомобиль По-моему, около 130 тысяч рублей Очень большая цифра По отношению к стоимости машины Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, я рад, что машина ушла В хорошие руки Поздравляю, Вадим, тебя с покупкой Надеюсь, будет служить первой правдой Радовать Вот, в общем, вспоминай Она с добрым словом И приезжай за следующей Хорошо Ну, а мы продолжаем Возвращаемся к крузаку Вообще, надо сказать Что этот автомобиль мы купили Две или даже три недели назад И когда решили делать рестайлинг То обратились к нашим подписчикам Из Инстаграм С просьбой помочь нам разобраться в этом вопросе Посоветовать кого-либо для покупки Полного комплекта рестайлинга А также посоветовать ребят Для установки этого комплекта Или, может быть, сделать все это в едином комплексе Но в едином комплексе получалось дороже Поэтому мы заказали комплект этого рестайлинга отдельно Спасибо ребятам из компании Пятое колесо Которое находится аж в Благовещенске И мы с ними списались Они нас очень подробно проконсультировали По поводу, какие бывают обвесы Там реально оказалось очень много тонкостей, нюансов Есть разные производители Есть откровенно жесткий Китай Есть Тайвань В общем, есть разные производители Которые дают разное качество Есть разные варианты обвесов, юбок, выхлопных насадок В общем, реально вариантов очень много Поэтому ребята нас очень грамотно проконсультировали По всем этим вопросам За что им большое спасибо Ну и сделали для нас, конечно, небольшую скидочку Кстати говоря, при ссылке на наш канал Честный Перекуп Если вы захотите сделать рестайлинг для своего автомобиля Ребята вам обязательно сделают скидочку Что касается установки обвеса Здесь тоже нам помог наш инстаграм Вернее, наши замечательные подписчики Не хотелось обращаться в какие-то непонятные сервисы Гаражи без репутации Да и к тому же потом собирать ваши гневные комментарии Тоже не совсем не хотелось В общем, откликнулись ребята из компании ProService Я подумал, о, точно, вот здесь все сошлось Созвонились с Димой Санниковым Я думаю, что многие знают этого человека Как руководителя этой компании С Димой обо всем договорились И в данный момент он нас ждет С машиной и с комплектом рестайлинга Кстати, рестайлинг нам придется везти на отдельном фургоне Потому что коробки реально огромные Весят 135 килограмм И ребята из Благовещенска Отправляли нам их в транспортной компании Шли они две недели И как раз вот именно вчера Все это дело к нам добро приехало В общем, пора выдвигаться Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы приехали в ProService К Диме Санникову Думаю, многие из вас его знают Дим, иди сюда Крузак здесь Обвес привезли Да, 1,650 Нет Да, я тебе говорю серьезно Посмотри состояние Сейчас будет отговаривать Делать рестайлинг, я чувствую Скажешь, беру Ну почему? Не, ну серьезно Это даже не владелец Кроме этого Ранчо Ранчо в Подмосковье Ранчо у нас это должны на пикапах Американские автомобили Ранчо под Тверью Вот Блин, парни, вам реально повезло Да нам каждый день так везет Вы понимаете, что вы на такой машине Можете денег заработать Ни херова А мы и зарабатываем Я понимаю, что вы зарабатываете Вы на своем, мы на своем Кто на что учился Она еще пахнет так приятно Не, ну вон там сервисная книжка С обслуживанием Все дела По всем базам чистенькая Один окрас у него есть Крыло вот с той стороны красилось И все Да, да, да Да я тебе говорю Крузак Вот я его как увидел Я вообще полтора давал Говорю, полтора Да, не дам Нет, а потом они приехали уже Я, конечно, накинул Я как увидел дверь, открыл Говорю, не, ну понятно За это можно заплатить Слушай, ну раз уж ты уже решился на рестайлинг Я думаю, нам пора с тобой пока Посмотреть, что в итоге в коробке Да, пошли посмотрим Я просто знаю, как все это изнутри происходит И немногие до сих пор Как бы лояльно, кстати, относятся к перекупам Ну, рынок меняется То, что можно было исполнять 5, 7, 10 лет назад Сейчас уже не каная Согласись, уже сложнее Сейчас только честные тачки Честные пробеги Никаких завязанных в узел тачек То есть автотеки, автокоды Все стали умные Подборщики Нарекламировали на свою голову Короче, ковборосы Да, да, да Ну, плюс еще как бы подборщики У них же как образ злостного перекупа Они его нещадно эксплуатируют То есть, что все бойтесь Страшитесь Смотри, насчет обвеса Значит, точно такой же был установлен Совершенно недавно На автомобиле Жеки Чедубра Да, я видел Это Land Cruiser 200 У него тоже, да И как бы никаких особых проблем С ним, в принципе, и не было Но Все зависит, на самом деле От того китайца, кто это все делал Потому что у них разные смены есть У них, не знаю, почему Разные формы Это же как наши Жигули собирают К сожалению У меня был 222 Позапрошлым году И мне нужно было сделать на него рестайлинг В этот момент Мне ребята тоже привезли 222 Я думаю, ну, надо 2 тачки Соответственно, у поставщика закажем И дешевле, плюс ко всему будет Значит, пришел точно Два одинаковых Две одинаковые коробки Начали все это дело ставить Устанавливать У меня все стало через G А у него все стало за хорошо Вот В 63, наверное, да Ну, это часто распространяемый случай Слушай, с учетом того, что... В общем, тоже много сделали И 221-х, и 222-х То есть ты думаешь, что это действительно сработает на... Слушай, я не знаю, сработает или нет Как бы на 221-х, на 222-х Это тема канала То есть народ приходил Прямо глаза горят Новые диски, новый обвес Выглядит круто То есть, знаешь, ну, есть определенный круг покупателей Которым это вот зайдет Ну, надеюсь, что мы попадем в точку в этом плане Но ты пойми, тот же момент такой Что при работе с 221-м Там, ой, 222-м Мерседесом Там нет необходимости менять крылья, например Да, так же, как и только бампера Ну, ты имеешь в виду, что будет вопросов больше, чем ответов В плане, что битая была Первый вопрос, который возникнет у покупателя Который будет смотреть, что эта машина битая она или нет А мы покажем вот этот видос Скажем, у нас есть фоточки Дров, фоточки Разные люди бывают Второе, да, что не забываем о разнице толщины металлов Люди разные бывают И, к сожалению, угадать, какой покупатель приедет на Крузак Платежеспособный Либо тот, который на последние деньги эту машину пытается купить И просто, знаешь, не знает, до чего колебаться А таких большинство тоже Ты же сам знаешь Начнут там где-то что-то пытаться найти Слушай, ну, захотят найти И будет другой покупатель Или, в конце концов, машина десятилетняя Он 2011 года И, как бы, одно дело Новая машина Круто, кстати Да, внешне он огонь Ладно, на самом деле Здесь потребуется где-то не так быстро Поскольку все-таки Это половина машины раздевается И половина машины все-таки красится Подбирается в цвет Тем более он белый Ты сам понимаешь Да, белый холодильник Не перламутров, кстати Все равно А какая разница Акрил тоже Не перламутров сложнее подобрать Спора нет Но все равно И о гриле тоже есть моменты, нюансы Я про временной интервал, который нужен на рестайлинг Ведь на рестайлинг требуется, как правило, 10-12 дней То есть ты должен запас времени иметь Есть По срокам, ты говоришь В общем, в две недели уложимся Да Давай тогда распаковывать Смотреть, что нам отправили Чтобы не было сюрпризов Так, смотри Так, фары не те сразу Да, это почему-то от камри фары Не, ну ребята у нас У которых мы заказывали Они прям особый акцент сделали Что мы вам положим прям все-все-все У каждого почему-то своя упаковка Ребята вручную упаковывали по этим коробкам Я видел, как они присылали видеоотчет прямо И они все это распихивали Они каждую деталь распаковывали Мне прислали видеоотчет по каждой фигне А они так всем делают? Не знаю Ну, как бы мне понравилось Это показать клиента ориентированность Если они делают это каждому Это им плюс Я так понял, что по запросу могут сделать любому Здесь еще какие-то пластмасски Все, это как раз-таки Это самые заглушечки Это заглушки задних фонарей Это на задний бампер Поскольку это они сложили заднюю часть Это целиком задняя оптика Это задняя оптика Да, это в крыле Одна часть и вторая часть А хромированный молдик Это все будет сейчас отдельно Другой коробки Это пороги Там крышка багажника по-любому Пороги в зависимости от того, какой комплект ты их брал Потому что у нас этот самый Пороги, да? То есть здесь у тебя пороги В данном комплекте у тебя же идет Они в цвет идут Надо проверить Уже Знаешь, что я еще не люблю в китайских деталях То, что можно порезаться Они очень тоненькие Это крыло? Подожди Это два крыла, да А, оба прям Это тот же металл, что и капот? Да, это тот же металл Только, видишь, потрогай его Слушай, ну оно не загрунтованное же, да? Нет, конечно Это заводской типовый грунт Но его все равно придется грунтовать А шпаклевать приходится какие-то моменты? Если где-то маленькие вмятины То приходится Вот смотри Сам металл по себе тонкий И когда ты его ставишь Ну, просто даже вот здесь вот увидишь Да, его потрогаю Ну, вообще, честно, на японцах Там, по-моему, вот так пальцем нажимаешь Все, да То есть это нормально для японской тачки По поводу качества именно подгонки То как раз-таки именно вот от этих вот двух деталей зависит многое В том числе и есть вопрос с багажником То есть, как бы, когда при установке Ты должен смотреть Если машина не битая Она в вашем случае все, наверное, оригинальная Я думаю, проблем с ней не должно возникнуть Но меня все-таки смущало всегда Когда вот сколько мы рестайлингов ставили Раз на раз не приходилось Именно по зазорам капота и крыльев Ну, посмотрим, ладно Просто я заранее, как говорится, лучше предупрежу Потому что не было потом этих Ну, если сделаешь плохо Мы же это Да, конечно Мы уже знаем, как надо с тобой Слушай, а решетка это вот просто заводская, да? Да Это не из калибур никакая Просто обычная Есть еще сейчас в продаже Листайлинг, где делает это самое У него немножко изменение формы решетки Мне тоже предлагали что-то там какую-то другую решетку Вот, возможно, тебе это и предлагали По-моему, вполне нормальная решетка Тоже с хромом Он еще ездить будет и ездить, да? Это круто В этом плане он подкупает Я тебе говорю, вот так вот Плюс 200 просто Прям раз и все Я тебе говорю, повезло Самый смех Смотри Это телевизор Это передняя панель автомобиля На которой будет крепиться Значит, передние крылья Да Слушай, это почему они в цвет? Это открывание капота Они в цвет все белые идут? У Жекича то же самое Вот, то есть нам повезло Нам повезло, да? Как это будет по-китайски? Нахуй Это устанавливается вместо штатных, получается, как называется, панелей Приклепывается на клепки, на минуточку Потому что штатный телевизор отпиливается болгарочкой Да ладно Только так, ребята Вот это поворот Передумаем, может быть А что, ты не знал, что отпиливать надо? Я не знаю У нас даже был прикол У китайцев в 7 минут ролик сзади А у нас, сука, 3 дня Не, ну все равно они молодцы, слушай Ну, вот кроме них Ну, грубо говоря, да? Ну, пипец Где логика? Вот и я не понимаю В том, что они молодцы Мы уже поняли несколько лет назад Ведь если мы рассмотрим вариант Как раз-таки даже тех же продаж автомобилей Когда были комплектующие с Китая Многие этого боялись Они от этого убегали, да? То есть говорили, все, это некачественно Сейчас уже рынок меняется И китайцы выходят на уровень Так же стена вся китайская Европа перенесла все свое оборудование в Китай Потому что это дешевле А это не значит, что сейчас это плохо И ты в этом убедишься Я уверен, что этот обвес будет тебе нравиться Но Есть небольшие «но»? Ну, давай, рассказывай Какие «но»? Белая хрень Ну, я до сих пор не понимаю Это не так, потому что раз на раз не приходится И поэтому будем смотреть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И те, кто заинтересован вообще в этой автомобильной среде Мы просто друг друга поддерживаем Я попрошу свою аудиторию Просто ваш канал, допустим, поддержать подпиской И лайками над видосами Поскольку под видосами, да? По этой затраты там 5 минут максимум Ну что, друзья Надеюсь, что наш крузак в надежных Диминах руках Все будет сделано в срок Ну, может быть, затянут Жизнь покажет Короче говоря, увидимся с вами в следующей серии Это канал «Честный перекуп» Меня зовут Михаил Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok